Мы продолжаем наше служение. Сегодня наша тема называется «Рождённые свыше». Я думаю, что мы неоднократно над этим размышляли уже и много, наверное, и проповедей слушали на эту тему. Но хочу сказать, что эту тему невозможно исчерпать. Она настолько практична в нашей жизни, что она одинаково нужна людям, которые только пришли к Богу недавно, и тем, которые уже с Богом давно. Пусть Господь благословит нас в изучении Слова. Ему слава вечная. Аминь. В большинстве своём мир делится на две категории. Верующих и неверующих. А мир верующих тоже делится на две категории. Это люди возрождённые и невозрождённые. И, конечно, если сегодня спросить любого человека и спросить «ты возрождённый?», какой ответ мы ожидаем услышать? О чём речь? Давайте мы сегодня посмотрим на основание Божьего Слова, что Божье Слово говорит нам об этом. Хочу сказать, что понимание вопроса рождения свыше – это критически важно. Это критически важно для каждого верующего человека. Ведь всё, что мы сегодня будем читать, это относится к нам, верующим людям. К нам, верующим. Знаете, ответ Иисуса очень простой. Если ты не рождён свыше, в Царствие Божье не входишь. Нет спасения. Скажите, это критически важный вопрос или нет? Зачем тогда ходить сюда, как пишет нам пророк, топтать дворы, если в конце концов ты не спасён? Иисус очень просто говорит и очень категорично. Если кто не родится от воды и духа, в Царствие Божье не входит. Так это важный вопрос или нет? Ну, конечно, важный. Очень важный. Просто критично важный вопрос. Знаете, мало или много, все мы как-то пересматриваем события, которые происходят сейчас, связанные с войной на Украине. И слушаем некоторые свидетельства людей, которые были эвакуированы. И они говорят, мы сидели в подвале 30 или 40 дней, ожидали эвакуации. Когда же нас спасут? Как только мы пытались как-то выйти на улицу, рядом всё взрывалось. Мы ожидали, когда нас спасут. И вот они говорили, мы сегодня родились заново, нас спасли. Мы выезжали, обстреливали, и мы остались живые. Они со слезами всегда это рассказывают. Всегда со слезами. И когда мы слушаем, нам тоже зачастую хочется плакать вместе с ними. Друзья мои, но речь идёт только о спасении плоти. Речь идёт только о спасении плоти, для того, чтобы дальше жить и страдать. И они так сильно радуются. А представьте, когда мы говорим о спасении для вечности, насколько это важнее. Насколько это важно понимать и знать это. Как важно быть спасённым. И вы знаете, и спаситель для этого уже всё сделал. Он уже для этого всё сделал. Знаете, ещё скажу, что не все хотят эвакуироваться. Кто-то говорит, я уже в возрасте, я уже буду ожидать, будь что будет. Кто-то говорит, у меня хозяйство большое или дорогое, я не могу уехать, буду здесь. Точно так. И в духовном плане. Господь Бог предлагает, а человек говорит, я уже в возрасте, уже так буду умирать. Иисус предлагает богатому юноше, а он что говорит? Неплохо. Но промолчал и ушёл, потому что было большое богатство. Он не пожелал эвакуироваться для вечности. Вы знаете, вот Иоанна, 3 глава и 1 текст, это классический пример того, что Иисус говорит Никодиму. Вы знаете, в кое время он пришёл, правда? Он пришёл ночью. И меня удивляет реакция Иисуса. Он ему не говорит, молодец, нашёл время ночью. Молодец, что ты хоть вырвался, слушай, а? Он его не хвалит за это. Он его выслушивает. И говорит, знаешь, дорогой, вот тебе, верующему, со стажем, необходимо рождение свыше. Он этого не ожидал. Вы знаете, Никодиму было непонятно, как и нам многим сегодня, как определить, рождён я свыше или нет. Как определить, где та мерка, которая определяет, где тот манометр, который определяет? Не всегда легко, друзья, действительно. Давайте поразмышляем над вот этим примером встречи Иисуса с Никодимом. Между, это 3 глава Евангелия Теана с 1 текстом, прочитаем 10 текстов, чтобы освежить памяти. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты, учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рождённый от плоти есть плоть, а рождённый от духа есть дух. И не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким верующим, а со всяким рождённым от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли тебе не знать, или ты этого не знаешь?» Никодим, это греческое имя, переводится как «никос димос», что означает «завоеватель народов». Он также был учителем. Я хочу отметить все его достоинства. Он был учителем. Плюс ко всему он был фарисеем. А для нас фарисея – это звучит как-то, знаете, отрицательно. Но это не отрицательно. Фарисеи, в принципе, сами по себе люди старались учить Тору на память. Многие из них могли все пять книг Моисея рассказать наизусть. Они старались жить по закону. Они постились два раза в неделю. Они возвращались справа на десятую часть. Из всего. Из всего. И они с этими на самом... Это были очень верующие люди. Ну, как мы с вами. А Иисус, знаете, что говорит? А-а-а. Вот этого всего тебе для Царствия Божьего недостаточно. Как нет? Яж. И вот целый список, да? Но, обратите внимание, что Никодим, кстати, еще был член Синедриона. Это такой Верховный суд. Он еще вышел из Синедриона. Это очень высокая шишка, скажем так, в свое время. И он отмечает одну деталь. Он говорит, мы знаем, что ты пришел от Бога. Немногие фарсии. Похоже, там была какая-то группа людей. Он говорит, мы. Где-то они оговаривали это. Мы знаем, хотя многие не признавали, вы знаете, издевались над ним и многое другое. Они не верили. Он знал, что сын Марии и Иосифа плотника. А этот человек говорит, мы знаем, что ты пришел от Бога. Почему? Чудеса, которые ты творишь, просто так по себе творить никто не может. Вы знаете, хочу сказать, что Иисус вообще не реагирует на комплименты, которые раздает Никодим. Никак не реагирует. Он переводит разговор в другую плоскость и говорит ему, все нормально. Но, если ты не родишься свыше, не войдешь в Царствие Божие. На своем настаивает и все. Знаете, что Никодима впечатлило, почему он пришел? Чудеса. Он говорит, ну таких чудес, какие ты творишь, никто не может делать. Если с ним Бог не будет. Тут что-то в тебе есть такое, что я захотел с тобой даже поговорить на эту тему. А Иисус говорит, слушай, не стаж в Церкви, не порядочность в финансах, не чудеса, не твое положение в Церкви. Это не бонус, чтобы войти в Царствие Божие. Это важно, это необходимо, но это не то, что дает человеку спасение. Знаете, а что же тогда о рождении свыше? О Никодиме мы знаем очень мало. Мы его встречаем здесь, а потом еще и Анна 19 глава. Помните, где он еще участвует? В похоронах Иисуса. Все. Здесь и через 3,5 года. Можете ли вы сейчас, вот если вам дать 30 секунд, а я сейчас дам вам 30 секунд, сказать, как должен выглядеть рожденный свыше человек? Вот так, 30 секунд, подумайте. Ну, я понимаю, сейчас будет много ответов, и все будут правильные. Первое, друзья, рожденный свыше человек, можете записать, можете запомнить, хотя вы не запомните, это перемена человеческой природы. Это природа его меняется. Это когда возрождается человек под влиянием Божьего Слова и Духа Святого. Когда он меняется, когда он становится другой личностью. И яркий пример в этом апостол Павел. И яркий пример. Меняется полностью, правда? Едет. Выпросил письма, едет убивать. Меняется. Дух Святой влияет. Меняется его сущность. И он уже идет спасать. Становится плечо, оплечь с теми, кто занимался проповедью, и идет их уже спасать других людей. Хочу сказать, что все мы с вами родились с геном греха. Вы знаете, что если какой-то ген отсутствует у нас, да? Человек всю жизнь себя чувствует ущербным. Если какой-то ген. Это нарушения могут быть. Или ментальные, или внутреннее что-то, обмен веществ. И многое другое может не работать, если какой-то ген отсутствует. Мы все, друзья, родились с геном греха. Мы не можем жить и не грешить. Мы не можем. Человек только родился, он уже грешит. Андрюша, это ты сделал. Нет, не я. Уже обманул. Только говорить научился. Вы понимаете? Рождается с геном греха. Но, если на этом остановиться, нет надежды. Но, вот здесь момент. Благодаря тому, что мы возрождены, или возрождаемся от Духа Святого, через Слово, мы приобретаем способность не грешить. Это очень важно, то, что я сейчас сказал, друзья мои. Не может сам по себе человек, родившийся, просто не грешить. Его тянет всегда. Подтвердить можете, думаю, да? Но, вот, когда человек возрождается от Духа Святого через Слово Божье, он приобретает способность не грешить. То есть, живя в этом мире, когда он согрешает, он чувствует себя некомфортно. Он понимает, что он сделал что-то не то. Если до обращения он находил удовольствие во грехах, после обращения, он чувствует тяжесть. Потому что он возрожденный. И чувствует что-то не так. И это его направляет к Иисусу, к которому он приходит и говорит, «Господи, я согрешил». Обращается к Богу тот, который имеет потребность и нужду. Откуда он знает? Потому что Дух Святой ему говорит. И тогда, друзья, меняются его цели и приоритеты в жизни. Скажите, пожалуйста, можем ли мы принять участие в процессе своего собственного рождения? Когда мы на этот свет появлялись. Кто-то другой принимал решение, да? То есть, наши родители. Точно так и в духовной жизни сами по себе мы не можем перестать грешить. Нам нужна сила Духа Святого. Нам нужна вот эта постоянная подпитка Словом Божьим, которые дают нам силу не грешить. Дают нам силу не грешить. Это очень важно, друзья. Это очень важно. Точно так же происходит с рождением свыше. Бог участвует в этом рождении свыше, друзья мои. Но я должен сказать ему, «Да, Господи, участвуй, делай. Я нужен попросить его об этом». И вот когда человек рождается свыше, это приобретение новой природы, нового ДНК. Нового ДНК. Это новая природа. Это человек, рожденный свыше. Это как во время проповеди Петра. Помните, что люди спросили после этой проповеди, когда он закончил, «Что нам делать?» И что он отвечает? «Покайтесь, и докорестится каждый из вас, и прими Духа Святого». «Что нам делать?» Это побуждение к переменам. Хочу сказать вам, что расти может только то, что родилось. Это очень важно. Если не родилось, мертвое не растет. Если мы родились от Духа Святого, мы можем расти, мы можем возрастать, иначе нет. Кто знает, сколько Иисус воскресил людей, будучи на земле так? Евангелие читаем, нет? Троих. Троих. Да, троих. Совершенно верно. Может, помните кого? Лазарь, девочка и мальчик. Да. Двенадцатилетняя девочка. Сын из Наира, дочь Иаира и Лазаря, да? Скажите, пожалуйста, а сколько духовно воскресил всех, кто за ним последовали и пожелали этого, правда? И троих мы точно запомнили. Прямо вот так, весь зал почти сказал. Но настолько, насколько важно духовное, друзья мои, как бы хорошо мы не пели, как бы хорошо мы не говорили стихи на память, и это не может считаться рождением свыше. Люди могут ходить 10 и 20 лет и не быть возрожденными от Духа Святого. Как это практически происходит? Давайте прочитаем 1 Петра 2.1. 1 Петра 2.1 и ниже будем читать. Второй и третий текст. 1 Петра, вторая глава с первого текста. Послушайте, как начинается этот текст. 2 Петра 2.1. Итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякие злые слова. Как так вот взял и отложил? Так, я отложил, я больше этим не пользуюсь. Мы же говорили с вами, друзья мои, в нас есть ген греха. Его нужно поменять на ДНК от Господа, на другой ген. Когда он сопротивляется, когда он говорит, я не хочу, это то, что Господь нам дает. Вот тогда только можем сказать, что я противостою силой Божьей, силой Святого Духа. И дальше он говорит, когда это рождение произойдет, вот тогда вы в свои 70 лет становитесь новорожденными. То есть, тот момент, когда вы, когда это рождение произошло. Вы становитесь как новорожденные младенцы и должны первое, что сделать, возлюбить Слово Божье. Возлюбить Слово Божье. Для чего? Чтобы от Него возрастать. Возрастать во спасение. И дальше написано, вот я хотел бы немножко дальше прочитать это, у нас будет девятый текст, этой же главы, девятый текст. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел». Для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. Были когда-то во тьме, не знали Господа, невозрожденные, нерожденные свыше, а значит у нас было и злоба, коварство, лицемерие, зависть и всякие злые слова. Друзья мои, хочу сказать, что где-то и сегодня это может наблюдаться. Но когда оно проявляется, мы, как верующие люди, чувствуем себя некомфортно. нас угрызает, грызет совесть, что мы так сказали или подумали. Хочу сказать, что это возрожденный человек может так чувствовать. Невозрожденный он будет отстаивать свою правоту и другой набор слов применять еще покрепче. Возрожденные это другие люди. Это те, которые сожалеют о том, что так происходит. Никодим все было в порядке. Не написано, что у него вот эти качества были. Не написано. Там была другая проблема. Он полагался на большой опыт своего церковного служения. Он полагался на накопленные знания. Он Тору знал на память. Он знал, как правильно на память. Слово Божье говорит, тебе надо родиться свыше. И дальше десятый текст говорит, некогда вы были не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Другими словами, рожденный от духа, он производит духовные дары. Плоды приносит. Он приносит. Он рожденный, значит, он приносит. Здесь не зависит от того, сколько мы в церкви. Как это происходит, мы с вами уже об этом говорили. Это перемена природы. Когда возрождается наш духовный плод под влиянием Божьего Слова и Духа Святого. Еще раз повторю, все мы родились с геном греха. И когда человек приходит к Господу и говорит, Господи, я желаю стать новым человеком, я принимаю тебя как Господа своего Спасителя, Господь Бог дает свое ДНК. И у нас пропадает желание жить во грехе. Если Библия говорит, ты крал, больше не крадешь. Если ты обманывал, больше не обманываешь. Если ты злые слова говорил, злословие, ты больше этого не делаешь. Если ты оскорблял кого-то, ты больше этого не делаешь. Меняются цели и меняются приоритеты. И вот посмотрите, как это происходит. 1 Петра 1 глава с 3 текста. 1 Петра и 1 глава и 3 текст. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости и дальше кое слово возродивший нас. Возродивший. Что это означает возродивший? заново возвратил к жизни. Понимаете, да? Возродил. Чем? Как? Воскресением Иисуса Христа. И из мертвых купование живому. Ну, как так? Из мертвых. Ну, мы же пришли. Мы же до этого жили. Как из мертвых? Речь идет, друзья, о внутреннем состоянии. Речь идет о том, что образ нашей жизни, он вел нас к вечной смерти. Иисус останавливает, возрождает нас. Написано, возрождает нас. Тебе необходимо что сделать? Родиться свыше. Возродиться, он говорит. И вот тогда у тебя появляется надежда на упование живое. Четвертый текст говорит, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Чем? Как? Силою Божью. Не моей силой. Не моим стажем в 30-40 лет. Не моим знанием закона. Не моим положением как члена Синедриона. нет силою Божью. Пятый текст говорит, через веру, соблюдаемых ко спасению. Друзья мои, это такой важный текст, это такой важный текст, который говорит нам, что возрождение может произойти только посредством силы Божьей. Только через веру, только через Божье Слово. И 22-й текст продолжает эту же мысль, этой же главы, 22-й текст. Послушанием истине через Духа. Ясно, Духа какого, написано с большой буквы, через Духа Святого. И дальше написано вообще, как все происходит, прям так детально. Написано, очистив души наши, это означает наши мысли к нелицемерному братолюбию. Это про нас или нет? Вы все друг друга любите, нет? А? Уважаем, да? Это не апостольский ответ, это ответ 21-го века. Друзья мои, Слово Божье говорит, Слово Божье говорит к нелицемерному братолюбию, а дальше написано, постоянно любите друг друга, не уважайте, кстати, а любите, от чистого сердца. Через что-то происходит, друзья мои? Через послушание истине и Духа Святого. Только так может произойти. И мы думаем, друзья, ну как это возможно? Как это возможно? И Слово Божье дальше говорит, 23-й текст, как возрожденные нетленного семени, то есть не от человека рожденного, но от нетленного, то есть от Слова Божья. Оно производит это возрождение, оно поддерживает нас от написанного Слова живого и пребывающего вовек. Но кто-то может найти смелый и сказать у меня с этим все в порядке, я стараюсь, я так живу, я так делаю. Так? Не так. Но даже те, кто так считает, я бы хотел вам процитировать Павла, что Павел говорит. Второй кориффином 13.5 «Испытывайте самих себя». Верили вы? Кто думает, что у него все в порядке, я все-таки рекомендую пройтись еще раз, когда придете домой, эта проповедь будет записана, пересмотрите тексты, которые мы читали, переслушайте еще раз. «Испытывайте самих себя, в вере ли вы?» Ну, вы скажете, пастор, ты вообще такой вопрос задаешь, я тут сижу в церкви и пожертвование сегодня отдал, а ты меня спрашивай, или я в вере? Вы знаете, Слово Божие говорит, вообще-то испытывайте, исследуйте сами себя, или вы не знаете самих себя, то есть вы по-настоящему себя до конца не знаете. Христос у вас или нет? Разве только вы не то, чем должны быть? А тут как понять? Оказывается, мы должны кем-то стать. Мы должны кем-то стать. Он говорит, вы еще вообще как бы не те. То есть есть какая-то другая цель, есть другая ступень. И это происходит когда ты рождаешься от воды и духа. А кстати, как вы думаете, от воды и духа это как? Классический пример это крещение, да? А если я вам скажу это от Слова Божьего, вы что, думаете, что все, кто крестились, уже возрожденные? я видел много просто обмоченных людей. Один брат очень сильно любил курить, курить любил. И он вышел после крещения, закурил, говорит, это, может, Бог меня и с этим примет, потому что я очень не могу оставить. пробовал, не получается. Я не думаю, что от воды это означает просто крещение. Для того, чтобы быть возрожденным, это не крещение, это то, что мы говорили выше. Крещение это как символ принадлежности к церкви, к Божьей семье. но это не возрождает меня как нового человека. Вы понимаете? Возрождает Слово Божье и возрождает Дух Святой от воды и Духа. Это Слово Божье и Дух Святой. А крещение это важный момент. Это как один из первых шагов, который человек делает, присоединяясь к церкви. Но присоединившись к церкви, люди по 10-15 лет остаются невозрожденными. Еще раз говорю, мы рождаемся с геном греха. Крещение это начало новой жизни. еще раз в заключение хочу напомнить то, что я сказал, что мертвое не растет, только возрожденные от Слова Божьего могут продолжать расти. И 1 Петра 1-3 говорит, что Бог по великой милости своей возродивший нас. То есть Господь возрождает нас. Давайте сделаем два таких вывода в заключении. Первое. человек возрождается через силу Святого Духа посредством Слова Его. Для этого, друзья мои, верующему человеку постоянно необходимо пребывать в Слове. В Слове. Это в изучении, это в молитве, это в общении с Богом, это в общении с братьями и сестрами. И вот тогда Дух Святой будет менять человека. Но если у нас просто нужно хорошее общество, ну просто вам нравится верующее общество, ну вы уже здесь. Если у нас нет более каких-то других возвышенных целей, чтобы жить не просто на этой земле, а быть в вечности с Господом, то мы в хорошем обществе. Тут можно встретить хороших людей, хорошего парня, хорошую девочку, без каких-то плохих, там, очень плохих вернее, привычек. но если вы желаете, чтобы ваша жизнь становилась другой, то Слово Божие говорит, умираем для этого мира, не находим удовольствия во грехе и живем новой жизнью, то, что благодаря только с Господом. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Господи, мы очень благодарны Тебе за благословения Твои, за то, что Ты хоронил нас, за то, что Ты оберегал нас. Господи, слава Тебе за это. Мы очень нуждаемся в Твоей помощи, мы нуждаемся в том, Господь, чтобы Дух Святой работал в нас. Ты сказал, если кто не родится свыше, он в Царствие войти не может. Это критически важный вопрос, Господь для верующего человека. Помоги, Господь, мы даже не такие, как Никодим, мы многое не делаем, так как Он делал, но Ему тоже было сказано, Ты не войдешь в Царствие Божье. Помоги, Господь, нам увидеть нечто другое, что есть духовный смысл всего этого. Услышь молитву нашу, благослови детей наших, родных и близких, благослови ситуацию в Украине, во имя Иисуса просим. Аминь. Аминь.